Новый полигон по утилизации твердых бытовых отходов в урочище Пасынково заработает уже с 1 января 2017 года. По расчетам специалистов, запуск полигона позволит решить проблему с мусором в Вологде на 20 лет. Сегодня полигон посетил мэр Вологды Андрей Травников. О том, как будет происходить утилизация мусора в будущем в Вологде, смотрите далее. Право пользования свалкой на Мудрово истекает в следующем году, и город остро нуждается в новом месте для утилизации бытовых отходов, причем в месте современном, цивилизованном, с дополнительной технологией по сортировке, по уплотнению отходов, соответствующей экологическому законодательству. Поэтому нам очень важно, чтобы данный объект, данный полигон был запущен в максимально короткие сроки. Кроме того, место размещения отходов на этом полигоне, по нашему предложению, предусмотрено проектом территориальной, региональной схемой размещения отходов. Мы надеемся, что при утверждении схемы окончательно это так и будет. Поэтому именно сейчас выбрано это время для того, чтобы приехать, посмотреть, как на самом деле обстоят дела. Мы увидели достаточно высокую степень готовности объекта для его ввода в эксплуатацию. Конечно же, имеются нерешенные вопросы, которые сопровождали все эти годы реализацию этого проекта. И вопросы юридические, вопросы тарифного регулирования, вопросы правовые, финансовые вопросы. Но, к сожалению, сегодня ситуация такова, что у нас нет возможности для какого-то маневра. Городу этот объект нужен. Поэтому я считаю, что его необходимо запускать в эксплуатацию, в работу. У нас в том дальнем углу находятся очистные сооружения. Как раз мы туда сейчас... Га, гордость, я не побоюсь, это гордость нашего полигона, где, скажем так, происходит очистка фильтрата. Здесь под нами везде сети, компрессорная, насосная станция, качающая фильтрат, именно собирающая с тела полигона и качающая по трубам именно на очистные сооружения. У него есть двойное назначение. Во-первых, три секции, чтобы фильтрат есть здесь, и чтобы нагрузка на очистные сооружения была уменьшена, и тем самым эксплуатационные расходы снижены. Фильтрат будет протыкать по всем трех секциям до того, как он идет на глубокую очистку. А вторая причина, почему трех секций, потому что он будет обслуживаться. Это позволяет, чтобы ремонты провели, чистили его и так подобное. Поэтому он был так спроектирован. 1 января при условии получения документов мы сможем принимать отходы на новом полигоне. Полигон состоит из подъездной дороги 3,2 километра, административно-хозяйственная зона, карта захоронения, участок очистных сооружений. Это все у нас совпадает 45 гектар, полезная площадь полигона. На полигоне, как я уже сказал, имеются очистные сооружения, позволяющие очищать фильтрат, образующийся из отходов, до состояния дистиллированной воды. Это самое современное на сегодня очистное сооружение, которыми город Вологда и наше предприятие могут гордиться. Если не будет изменена система переработки отходов, то есть если все 100% отходов поедут сюда, это на 20 лет решается проблема с отходами для города Вологда. Но мы говорим о том, что будет работать мусороперерабатывающее предприятие, позволяющее снизить объем отходов, поступающих на размещение. И это приведет к тому, что срок эксплуатации полигона порядка 40 лет. Мусор будет поступать на улицу Мудрова на мусороперерабатывающий завод, отбираться все полезные фракты, а остатки пойдут на размещение на полигон Пасынково. КОНЕЦ